Я это понимаю, говорит человек, но попы, зачем эти попы ручки им целовать, с какой стати? Он такой же человек, что для чего не нужны? Я с Богом буду напрямую общаться, он же пронизывает Духом Святым всю Вселенную. Он везде, он меня слышит везде, в лесу, в пещерке, под водой, где угодно, в космосе, Бог меня слышит. Зачем мне духовенство? Ну давайте подумаем, а кто установил духовенство, наличие священства? Что это люди какие-то сами придумали и назначили себя, и что подобного? Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь Моисею, пророку, объяснил, каким должно быть духовенство, кого поставить священникам, что они должны делать, какие тайства они должны совершать. И в Новой Заветной Церкви, в нашей, в которой мы находимся, священники играют колоссальную роль. Ведь посмотрите, никому другому Господь, кроме своих апостолов, а это первые священнослужители были в мире, христианские апостолы, никому больше не сказал. Кому вы отпустите здесь на земле грехи, тому и я отпущу там, на небесах. На ком вы оставите грех, на том и я оставлю. Нравится нам это или не нравится, но Господь благоволил вот так прощать грехи посредством священника, который имеет от Бога особую власть, прощать грехи здесь на земле. Иногда говорят, ну вот человек грешил, потом одумался и в сердце своем дал обещание Господу Богу, я больше не буду так совершать. Зачем буду исповедоваться? Он перестал грешить, он стал жить благочестиво, а зачем тогда к священнику идти? Но ведь те грехи, которые он раньше совершал, это рюкзак с камнями, которые у него висит за спиной. И пока он его не вытряхнет, он будет с этим рюкзаком ходить и набирать все равно новые туда камушки или песочек, пусть мелкий, но по многому. Почему? Нет человека, который был бы жив и не согрешил, как мы в одной молитве читаем. Нет такого человека. Все согрешают, просто мы часто не замечаем. Кого-то походи там оскорбили, даже не заметили, кому-то грубо ответили, кому-то позавидовали. Мы даже не замечаем этих мелких как бы грехов, но они накапливаются, этот песочек. И получается такой мешок, что лучше бы один большой камень булочник нести, чем вот этот мешок полный песка. Поэтому нет человека, который бы, даже перестав грубыми грехами согрешать, тем не менее не имеет новых грехов. Пусть мелких, пусть не таких, а старые куда девать. И вот умер он. Вы знаете прекрасно, что смерть – это момент отделения души от тела. Тело положат благополучно в ямку, чтобы не вонял, зароют. Червячки очень будут рады этому, потому что они голодные, они кушать хотят. А душа вышла. Это уже старая одежда, она вся выброшена, она не нужна на помойку, на свалку. А вот эта душа пришла, и на сороковой день частный суд. А Господь скажет, а что ты ко мне пришел с вагоном грехов своих? Только я же больше не грешил. Как не грешил? А старый, вот ты тогда там убивал, грабил, потом бросил. Да, молодец, не блудить. Блудить, перестал, женился, да, но старые-то грехи остались. Нет, только священник имеет право эти грехи очистить. Вы понимаете? Вот нам не хочется, нам стыдно бывает идти со своими грехами. А что делать? Это воля Божья. Вот именно чтобы я ощутил этот стыд в сердце своем, и это, может быть, мне помогло в дальнейшем как-то задуматься, может быть, стоит удержаться, потом опять придется с этим же грехом идти каяться. Стыдно? А стыд – это что? Да это голос Божий в нашей душе, это совесть наша. Надо ее слушать. Но простить, очистить от грехов может только священник. Нравится нам это, не нравится, но это установлено самим Творцом. С кем мы будем спорить?